Приветствую всех любителей шахмат. В сегодняшнем видео уроке мы рассмотрим партию 10-го чемпиона мира по шахматам Бориса Спаскова. Эта партия была сыграна в Амстердаме в 1964 году. Соперником Спаскова стал Самуэль Ришевский, которому принадлежали черные фигуры. Партия была начата ходом d4, черные ответили коне в 6, далее белые развивают фигуру в центр, черные открывают дорогу для развития своего чернопольного слона. И ходом слон g5 Борис Спаски переходит в систему Тора. Здесь черные пошли слон e7, готовят рокеровку в короткую сторону, белые развивают коня, угрожают ход e4 с полным захватом центра, поэтому черные отвечают d5. Ходом e3 Спаски открыл дорожку для развития белопольного слона, черные ответили конь d7, последовал ход слон d3. И продолжение b6. Поскольку белопольный слон у черных заперты, Самуэль Ришевский принимает решение фенкетировать его на большую диагональ, откуда он будет воздействовать на центр, в частности на центральное поле e4. Своим ответным ходом белый строит так называемый пешечный треугольник, либо его еще называют славянским треугольником. Укрепляется пункт d4, а также белопольный слон может свободно перемещаться по белым полям. Другим возможным ходом был ход e4, но в этом случае после массовых разменов на поле e4 и хода слон b7, на доске получается позиция, характерная для разменного варианта французской защиты. Но только с той разницей, что у черных здесь лишний темп. Так что ход c3 был сделан в партии, черные развивают своего белопольного слона. Белый играет ферзь c2, устанавливая прочный контроль над полем e4 и не давая возможности черным пойти конем на поле e4. Ришевский ответил c5, он устанавливает пешку в центр. При случае может захватить пространство ходом c4 с дальнейшей игрой на ферзьевом фланге, либо разменяться на поле d4 в зависимости от обстоятельств. Белый прячет короля в безопасное место, черный выясняет намерение чернопольного слона белых. Слон отступает и черный также рокирует в короткую сторону. Ходом ладья e1 Борис Спаски намекает на то, что хочет рано или поздно провести подрыв центра путем хода e4. Поэтому его соперник пытается максимально затруднить этот план. Он отбрасывает слона назад и, казалось бы, линия e у белых перекрыта и ход e4 провести в ближайшее время им не удастся. Но, как показывает дальнейшее течение партии, это не так. Заслуживал внимания ход ферзь c7 вместо продолжения c4, поддерживая напряжение в центре. Но черные, в принципе, получали здесь равную игру. После же хода в партии слон отступает на поле e2. Черный продолжает ферзь c7, соединяет между собой ладьи, что является одной из целей дебюта. Белый играет здесь слон g3, нападая на ферзя черных. После хода слон d6 произошел размен чернопольных слонов, который, в принципе, выгоден белым, поскольку их чернопольный слон является условно плохим, ибо он упирается в свои же пешки, расположенные на черных полях. И теперь у нас дебют окончен, и настало время произвести генеральную оценку позиции и наметить соответствующие этой оценки план игры. Что мы видим? На доске образовались пешечные цепи. Арон Немцович в своей книге «Моя система» писал, что в подобных положениях белые должны проводить подрыв базы пешечной цепи. Черных, в данном случае, пешки d5 путем e4. Положение черного ферзя на поле d6 способствует этому обстоятельству. Спаский сыграл здесь e4. И выясняется, что если на e4 взять пешкой, тогда у черных появляется возможность взятия на поле c4 конем с нападением на черного ферзя. Здесь позиция немного обостряется, и Сэмэль Ришевский решил не идти на этот вариант, поскольку его устраивала в партии ничья, которую он по ходу встречи предлагал своему сопернику три раза. Вместо этого на ход e4 он забрал на e4 конем. Последовал размен и продолжение конь d2. Как мы видим, белый нападает и на пешку e4, и на пешку c4, поэтому следующим ходом они отыгрывают материал и, в принципе, получают несколько лучшую позицию, поскольку их фигуры в центре явно лучше расположены. И это будет способствовать последующей игре на королевском фланге, где у черных пока что нет ни одной фигуры. Здесь Сэмэль Ришевский защищает пешку c4 путем b5, белый забирает на e4, нападает на вражеского ферзя. Ферзь отступает на f4 с нападением на коня, белый защищает коня своим слоном. И, помимо всего прочего, появляется дополнительная возможность шаха на поле f6, либо хода конь g5 с нападением на незащищенного слона на поле b7. Но, допустим, если бы в этой позиции черные пошли e5, тогда есть ход конь g5. Мы видим, что создана угроза мата на h7, приходится брать коня. Но теперь белый забирает на поле b7 и после отступления ладьи нападает на коня, расположенного на d7 и на пешку b5. Допустим, после хода ферзь e7 нужно сыграть f4, используя связку по линии e, белый захватывает центр и получает большое позиционное преимущество. Так что, после хода слоны f3 в партии, черный играет ладья b8. Они надежно защищают слона на поле b7 и уже не опасаются никаких комбинаций. Спаский ответил ладья e3, он активизирует ладью. При случае, эта ладья подключится к атаке на королевском фланге. Здесь Решевский сыграл ладья d8. Захватывает ладью и открытую линию d и в дальнейшем поле d5 станет перевалочным пунктом для черных фигур. Здесь Борис Спаский предлагал ход ладья e1 в комментариях к партии и писал, что ладья на поле f1 стоит неудачно. Но вместо этого был сделан ход конь g3. Белый предлагает размен слонов и поскольку Решевский стремился в этой партии только к ничьей, он идет на размен. После размена на f3 ферзь отступает на поле a4, белый устанавливает ладью на полуоткрытую линию, черный подтягивает фигуры к королевскому флангу. И после хода конь e4 также черный меняется на поле e4. Получается такое вот положение после отступления ферзя. Белых ладьи расположены уже на 4-й и 3-й горизонталях и это способствует атаке на вражеского короля. Профилактический ход a3 против возможной контрыгры черных на ферзьевом фланге, связанной с продвижением b4 и вскрытием линии b для вражеской ладьи. Ходом ладья d5 Решевский наметил защиту королевского фланга. А теперь, когда белые выстроятся по линии g, у черных будет оборонительный ресурс ладья g5. Ну, что в принципе и произошло. Здесь белые пошли h3, делают форточку для своего короля. Черные надвигаются на ферзьевом фланге в попытке создать здесь контрыгру, провести b4 и вскрыть для ладьи линию b. После хода ладья g3 черные пошли ладья d8. И на ладья g4 отвечает ладья g5. Да, происходит размен на поле g5, но пешка на поле g5 теперь становится зацепкой для всевозможных нападений. После продолжения ферзь e2 черные отвечают ладья d5, то есть они укрепляют эту слабую пешку. И если эту пешку защищать как-то по-другому, допустим, ходом f6, то это приведет к образованию слабости на поле e6. И белые смогут сюда нападать. Поэтому именно ход ладья d5. Ну и в принципе две фигуры защищают на g5. Сбить ладью с поля d5 невозможно, поэтому черные здесь могли держаться. Далее был сделан ход ладья e3. При случае белые намечают вторжение на поле e5, опорный пункт. Черные ответили здесь ферзь e7. Последовал ход ладья e4. И в этом положении Самуэль Ришевский, видимо, побоялся, что белые рано или поздно могут провести подрыв a4 и разбить пешки на ферзевом фланге, сделать слабой пешку c4 и в дальнейшем на нее нападать. Поэтому он фиксирует пешечную структуру на этом участке доски. Но в то же время ход a4 полностью лишает черных контр-игры на ферзевом фланге и обрекает их на пассивную оборону. Ввиду этого заслужил внимание ход ферзи e7. То есть нужно было поддерживать данное пешечное положение на ферзевом фланге, имея в виду при случае провести контр-игру, связанную с подрывом b4. После же хода в партии белый отвечает ферзи e3. Черный переводит ферзя на d6. Следует продолжение g3. Улучшает в спасске расположение своих фигур. Черный пока что маневрирует. Белый также маневрирует. Ладья f5 ничего не меняет в позиции. В общем, здесь черные, лишенные контр-игры, просто топчутся на месте. Но в то же время белый пытается улучшить расположение своих фигур. И теперь ходом ладья e5 белый предлагает разменяться на поле e5. Иршевский, конечно же, идет на это. И играет здесь ферзь d5. Если теперь поменяться на поле d5, то получается совершенно равное пешечное окончание, поскольку у белого короля нет возможности никуда прорываться. Но вот ход король f2 ставит черных перед нелегким выбором, поскольку взятие на поле e5 будет грубой ошибкой. После размена на e5 белый король спокойно пройдет на ферзевой фланге и соберет здесь урожай. Так что меняться ни в коем случае нельзя. И это несколько ограничивает игру черных. Черные здесь пошли король h7, белые ответили король e3. И заслуживал внимания ход f6 со стороны черных. Но Самуэль Иршевский, который по ходу партии трижды предлагал своему сопернику ничью, в какой-то момент, видимо, потерял бдительность, поскольку считал свою позицию огнеупорной. То есть после хода f6 белые могут выписать черному королю шах, но черные спокойно защищаются. И на возможный подрыв a4 спокойно отступает королем на g7. И теперь в случае взятия на g5 черный забирает ферзем, активизирует своего ферзя и получает отличную контур игру. Вместо этого Иршевский переводит короля на поле g6. Белый выписывает шах. Опять-таки размениваться на e4 плохо, поскольку у белых будет прорыв d5, и король опять-таки переходит на ферзевый фланг. Ну и в этом положении Иршевский допускает первую неточность. Вместо того, чтобы отступить королем на поле f6 и сохранить пешечное расположение на королевском фланге, он создает в своей позиции слабости. Он здесь сыграл f5. Белый спокойно отступает на поле e5 ферзем, пользуясь тем обстоятельством, что черные опять-таки не могут меняться. И теперь в позиции черных возникает большое количество дыр, по которым белые могут вести наступление. Дальше был сделан ход короля f7. Черный активизирует ферзя. Здесь последней попыткой обострить позицию был ход f4. Ну и после взятия на поле f4 нужно не бить пешкой, а сыграть ферзь f5 для того, чтобы внедриться своим ферзем по белым полям. Ну допустим, после взятия на g5 черный ферзь выписывает шаг и начинает приставать к белому королю. И здесь черный получает отличную контр-игру. Ирешевский не нашел этот ход. Он пошел к королю f6. Белый еще больше увеличивает активность белого ферзя. После отступления короля переводит этого ферзя на поле e7. И теперь привязывается к слабой пешке e6. Также к пешкам g7 и g5. Здесь уже у белых как бы преимущество. Еще был сделан ход ферзь c6. Белый король отступает на поле f2. Дальше ферзь d5. Черный топчется на месте. И ход h4. Подбирается белый к полю g5. И если здесь, допустим, черный берут на поле g5, то это в принципе ничего не меняет. Следующим ходом можно пойти здесь ферзь g5. f5, h5, h6 и так далее. Но в партии американский гроссмейстер ответил g4. В попытке как-то открыть для себя, для своего ферзя диагональ. Белый выписали шах. После отступления короля сыграли fg. Смело забрали пешку. Ферзь e4. Казалось бы, активизация ферзя. Пепель Решевский хочет выписать серию шахов белому королю. Но Спаский посчитал варианты смело забирать на f5. Следует шах. Король отступает на e3. Еще один шах. Король переводится на e4. И после шаха с поля e1, спокойно Борис Спаский закрывается от шаха своим ферзем. Следует взятие на поле f5. И точный ход короля f4. Шахи постепенно заканчиваются. Еще был в партии сделан ход ферзь b1. Белые сыграли ферзь e2. Защитили пешку на поле b2. Но еще был сделан ход g6, после которого Самой Лерешевский признал себя в этой встрече побежденным. Поскольку от плана движения пешки до ферзи у черных нет адекватной защиты. Вот такая вот партия, в которой Самой Лерешевский явно стремился к ничьей. Ну и в таких ситуациях очень часто черные теряют бдительность. Ну точнее сторона, которая пытается всеми силами сделать ничью. Рано или поздно теряет бдительность и упускает из виду какую-то элементарную тактику. Что и произошло в этой встрече. Итак, если вам эта партия понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на обновление канала. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. И до скорых встреч!